Увидели могилы детей, которые погибли вследствие обстрелов киевским режимом. Их бьют, их унижают, им выбивают глаза, а они в сцепке стоят, меняют периодически друг друга. Они не видели мирной жизни, они не знают, что такое пройтись по улице, не опасаясь, не прислушиваясь. Там они не плачут, у них слез нет. Они сделали огромную ошибку, просто катастрофическую. И они готовы переступить все пределы, нарушить все красные линии. Нам объявлена война. Скатертью им дорожка. Россия только выдохнула назад для них, сюда. Пути нет, этого не допустит народ. Кто знал, кто думал, что будет Донбасс и будет длиться детская кровь? Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Прежде всего, спасибо большое за то, что откликнулись на предложение провести эту беседу. И если вы не против, начать ее хотелось бы с такого вопроса. Вот очень часто говорят, что для беларусов чужих детей нет. Но Беларусь подтверждает это еще и на деле, оказывая помощь, в частности, детям из пострадавших регионов Донбасса. Я знаю, что вы в том числе принимаете в этом самое активное участие. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, какую помощь оказывает Беларусь деткам из пострадавших регионов? По Донбассу уже долгое время идут боевые действия. Уже много лет, 9 лет там страдают семьи, дети. И мы, как наиболее пострадавший регион во время Великой Отечественной войны, знаем, что такое боль, что такое страдание и что такое детская слезинка. После войны было очень много погибших. Каждый третий на территории Республики Беларусь отдал свою жизнь. Было много детей-сирот. И мы смогли каждого выгодовать, выкормить. Голодные, тяжелейших условиях выстраивали страну с нуля. Восстали из пепла. И зная и впитав с молоком матери все те, в том числе трагические странички нашего народа, мы не могли поступить по-другому. Как только было приоткрыто окно возможностей, мы проводили переговоры и с российской стороной. Ведь это и безопасность, это и другие очень важные аспекты, которые необходимо было учесть. Тогда, в 2001 году, когда я впервые отправился туда, как можно сказать, дед мой говорил, в разведку. И когда стало понятно, что действительно имеется возможность, есть контакт и понимание, прежде всего, и с той стороны о том, что граждане ДНР готовы и будут счастливы отдать своих детей на отдых в наши детские лагеря и санатории. Та информация, которую я получал в социальных сетях, подтвердилась. Мы знаем о том, что информацию необходимо проверять. И ко мне бурным потоком шли и сообщения от, возможно, так называемых родителей Донбасса, которые приглашали, которые где-то и со слезами на глазах рассказывали свои страшные истории. Но прежде чем делать окончательные выводы, я думаю, что очень важно делать это, увидев все своими собственными глазами, проверив информацию и тогда уже приступать к активным действиям. Что мы, как где-то уже умудренные жизненным опытом люди и сделали, отправились туда, увидели все собственными глазами, увидели могилы детей, которые погибли вследствие обстрелов киевским режимом. С 2014 года в некоторых районах это не прекращалось. Все эти годы, например, та же Горловка, которую бомбили и во время Минских соглашений, были погибшие граждане и дети. Поэтому мы не могли поступить по-другому. Мы продумали, как это лучше и более эффективно сделать. Действительно, мы, хотя и общественники, и благотворительная структура, но я должен был в это непростое время посоветоваться с главой государства. Это очень важно. Ведь мы можем где-то эмоционально воспринимать какие-то вещи. Мы можем как-то даже реагировать и, может быть, даже действовать. И, получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса на территории Республики Беларусь. Но Беларусь ведь оказывает помощь детям Донбасса не только, привозя их сюда на отдых. Собираются, например, всякие наборы для этих детишек, которые отправляются им туда. Вот расскажите об этом, пожалуйста. По всей Беларуси откликнулись люди, наши граждане. Такие же простые семьи, пенсионеры и ребята по учебным заведениям с опорой на добрую инициативу своих классных руководителей, директоров школ. Собирались наборы действительно и в роддома, тот самый набор для новорожденных. Собирались медикаменты очень важные, которых зачастую очень не хватает там. И они критически важны. Собирались другие средства первой необходимости. И все это отправлялось в наш фонд и в наши структуры в регионах. Там наши волонтеры это все собирали, аккумулировали, подсказывали людям, которые, может быть, где-то нуждались в какой-то конкретике. И таким образом десятки тонн, десятки рейсов с гуманитарной миссией от белорусского народа, народу Донбасса, отправлялись за эти годы. Наши волонтеры, и мною ставились такие задачи, дойти до людей, конкретно не где-то под камеры и под фотовспышки передать, сфотографироваться и уехать. Нет. По возможности мы должны были передать это адресно, в руки нуждающимся. Тем самым бабушкам, которые выживали в условиях боевых действий, в подвалах, без электричества, без обогрева, без медикаментов, к старикам, к женщинам, к детям. Они шли и вместе с ними плакали. Не во всех командировках присутствовал я лично, но, видя эти кадры и в наших телеграм-каналах, видеосъемку, фотосъемку, сердце кровью обливается. Мы в них видим своих собственных бабушек, своих собственных дедушек, мы видим своих братьев, сестер, своих детей, этих маленьких детишек с русыми головками, в этих обездоленных женщинах видим своих сестер и матерей. И этот проект, и вот это вот совместное деяние, действие здесь, в Беларуси, туда, на Донбасс, оно объединяет сегодня нас. Не просто ведь президент еще до боевых вот этих активных действий говорил, что мы не просто братский народ, мы есть один народ. И сегодня мы это подтверждаем действиями с нашей стороны. Мы, Донбасс, Беларусь, Россия, мы одна общность, мы один народ. Вы очень хорошо сказали, что да, действительно, когда смотришь эти видео с плачущими женщинами, детьми, стариками, то действительно видишь в них не просто родных, а своих людей, один народ. А как вы считаете, почему киевское руководство не видит в них того же? Я думаю, что это совершенно даже не киевское руководство, это марионеточный режим, это национал-предатели, это та сила, та власть, которая пришла путем вооруженного государственного переворота в 2014 году, когда свергли Януковича, когда уничтожали силовиков, когда появились неизвестные снайперы, которым необходимо было вот эта кровавая баня всех против всех, когда кто-то стал убивать и протестующих, и сотрудников Беркута. Мы это прекрасно помним. Кто забыл, пожалуйста, можно вернуться к этому, найти и кадры, когда сотрудников забрасывали коктейлями Молотова, и они живыми горели. Избивали цепями. Избивали цепями, когда они стояли в сцепках, а им был поставлен приказ не разгонять, не трогать, не отвечать мирных условно граждан. Их бьют, их унижают, им выбивают глаза, а они в сцепке стоят, меняют периодически друг друга. Некоторые становятся в строй, другие лежат на счетах, холодные, замерзающие, ведь это была зима. У них там не было костров и горячительных напитков, как у этих боевиков. Действительно, и сейчас это известный факт, что там были люди, которых готовили за границей. Это были хорошо подготовленные революционеры, боевики, которых готовили в Польше, в Прибалтике, на Западной Украине. Ну и мы все знаем, откуда там взялись эти горячительные напитки, о которых вы говорите. Тоже известные кадры, когда Нэнти Пелоси приезжала туда и раздавала пирожки протестующим. Раздавала те самые пресловутые печеньки, раздавали там неизвестно что в маленьких пакетиках, то, что добавлялось в чай. И когда целыми сутками вот эти люди на Байдане, они пребывали в некой эйфории, они, как у нас принято говорить, не ведали, что творят под воздействием информационного поля, очень грамотно, профессионально сложенные картинки, лозунги, и попрыгать вместе, что тоже как бы разогревает кровь и сполочает массу. И другие технологии, мы это все смогли отметить. Да, мы это проходили тоже. Мы помним также, как некоторые, это важно отметить, некоторые люди в постмайданный период, через некоторое время они испытывали ломку, они не могли выйти из этого состояния. То есть действительно люди совершали действия под воздействием в том числе каких-то средств химических. Но если вернуться все-таки к той помощи, которую Беларусь и белорусский народ оказывают детям из пострадавших регионов, да и не только детям, старикам, женщинам, то как простому белорусу помочь этим людям? Каков механизм этой помощи? Ну как, обычный белорус сможет найти информацию о нашем фонде, зайти на сайты фонда Алексея Талая, паралимпийца, и найти контакты, связаться с нашими сотрудниками, собрать свой узелок, собрать свою коробочку, подписать обязательно от семьи Иванова, от семьи Сидорова, с любовью, с уважением, еще какие-то слова благодарности. Люди там на Донбассе, открывая эти посылочки, плачут своими семьями. Для них это реликвия на всю жизнь. И что здесь я могу лишь отметить? Что полная гарантия того, что мы все это собрав, доставим туда, на Донбасс. Все, каждая копеечка и средства, которые переводятся также на наши благотворительные счета, все идет по назначению. Ну, я в этом даже не сомневаюсь, но вот что именно требуется вот этим нуждающимся людям? Ну, то есть одежда, медикаменты. Конечно же, этим людям нужны и одежда. Некоторые убегали и остались просто в том, в чем были в момент обстрела. Сгорало полностью имущество людей. И верхняя одежда, и обувь. Люди нам встречались просто с какими-то пакетиками своих нехитрых пожитков. То есть необходимо все. Целые города, целые поселки остались уничтоженными просто и стертые с лица земли. Мы видели, как ВСУ использует гражданскую инфраструктуру, как, прикрываясь гражданскими лицами, они ведут боевые действия. И здесь действительно мы собираем и готовы отправить туда все, что может пригодиться для жизни человека, для жизни семьи, для маленьких детей, для стариков. И коляски, например. Где-то у наших граждан они остались. От родителей, либо от дедушек, от бабушек. Какие-то худунки, какие-то костыли. Все это необходимо. Вот буквально сейчас, совсем недавно из Ирландии пришел груз. Там были очень важные, помогающие в жизни престарелого человека, подручные средства. Все это там востребовано. Если где-то вы, дорогие друзья, знаете, у вас в гараже где-то что-то пылится, но оно в хорошем состоянии, в достойном состоянии, повторяюсь, мы барахло не возим. Такого не должно быть. И нас мы просим не перегружать какими-то старыми вещами, чем-то испорченным. Оставьте это, либо выбросить куда-то в специальные места. Если же есть что-то в достаточно хорошем состоянии, и то, что может быть там востребовано, пожалуйста, милости просим. В ближайшее время у нас будут дополнительные складские помещения с нашими партнерами по транспорту. Мы также проводим дальнейшие переговоры о расширении нашего взаимодействия и этих потоков. Война идет, и неизвестно, когда она закончится. Но мы должны быть готовы и предоставить нашим гражданам тот момент сплочения и участия, предоставить все возможности для оказания благотворительной помощи на Донбассе. Мы то самое связующее звено. Вот вы очень хорошо сказали про семейную реликвию. То есть, когда приходит вот эта коробочка с грузом, ее открывают, а там лежит записка от семьи Ивановых, Петровых и так далее. А вот если говорить об этих ребятах, которые приезжают к нам на оздоровление, то какие эмоции испытывают они, когда приезжают в нашу спокойную и мирную страну после всего того, что они увидели у себя на родине? Приключения начинаются еще в поезде. Некоторые, многие из них не видели поездов, ни разу на поезде не передвигались. Для них это огромная история и приключения. Море эмоций, много добрых переживаний. Там они знакомятся, там они вместе кушают, там они отдыхают, там они передвигаются по вагону, общаются. И здесь же, когда уже заезжают на территорию Белоруссии, очень приятно, мне было очень радостно слышать их восторженное слово. Как у вас красиво! Боже, какие поля, какие леса, какая природа! А Минск, вот это город, такой современный, такой большой, такой светлый. Действительно, для них это очень важно. И мы радовались вместе с ними. Казалось бы, все для нас, для белорусов, это обыденность. Это так оно и есть. Каждый день мы открываем глаза, тишь, гладь и Божья благодать. Мы тоже как данность воспринимаем. Мы как данность. Мы идем на работу, мы идем в детский сад, мы забираем своих детей из школы, мы идем на свои собственные какие-то тренировки, общение с людьми, морожка, детский парк и цирк и так далее. А для них это все в новинку. Они не видели мирной жизни, они не знают, что такое пройтись по улице, не опасаясь, не прислушиваясь. Особенно те ребята, которым там 7-8 лет, например. Они были рождены в войне. Они были рождены и жили в войне от годика к году. От второй, третий год. И мама их, когда они уже начинали немножечко что-то понимать, соображать, начинает их папа с мамой учить какой-то системе безопасности, рассказывать, что это не птичка полетела, что это снаряд, и что где-то взорвалось, и что это опасно. Это не нормально. А для них это нормально. Взрывы мины, взрывы снарядов для них это обыденность. И только когда они видят, многие из них, своими собственными глазами результат прилета, когда горит здание, когда они видят разорванные тела, тогда уже из обыденности у них формируется следующее чувство. Чувство опасности. И здесь они уже по соответствующим образом реагируют, прячутся, ложатся на землю, прижимаются к земле. А уезжать им тяжело. То есть, с одной стороны, да, здесь у нас мирная, спокойная страна. Они здесь хорошо проводят время, находят новые друзей, в принципе, отдыхают, оздоравливаются. Но, с другой стороны, там их родина. Какой бы она ни была, понятно, что там взрывы, смерть, кровь. Но им приходится туда возвращаться. И насколько для них это тяжело? Я сам все это еще до сих пор переживаю. Я живу в этом несколько лет, но все еще что-то формируется во мне. Какое-то понимание ситуации. Ведь это все неординарно. Я сам, как отец четверых детей, ведь это все анализирую, смотрю на них, как на своих детишек. И думаю, вот они едут обратно на войну. Вот они приехали. Сможет ли этот человечек маленький здесь расслабиться? И мы должны предпринимать следующее, следующее, другие, третьи какие-то движения на этом пути. Мы стараемся. Мы делаем все возможное. Но мы не специалисты. Мы не переживали такую историю до того, когда рядом с нами идет война, и мы где-то проявляем в этом плане какое-то участие. Но вот этот душевный порыв и наши родственные связи, они и помогают нам действовать в правильном направлении. Правильно реагировать. Да, где-то сдерживая слезы, а где-то выплеснув их наружу, и вместе с ними наплачешься, вместе с ними вот в этой синергии наших душ, пообщавшись, может быть, и в этом есть величайший смысл и определенный этап их реабилитации. Там они не плачут, у них слез нет. Здесь они, расслабившись и увидев, что даже этот сорокалетний дядя без ног, без рук, отец четверых детей, и он даже плачет, значит, можно и нам, наверное, и тогда уже не остановить. Льются эти слезки. И хорошо, и надо, значит, растопили мы их сердца, значит, живые они не озлобились и смогут дальше жить, смогут строить семьи, работать во славу Отечества своего, но не потеряв любовь в сердце. Вот что важно. И вот в чем соль этого проекта. Помощь детям Донбасса. Донбасса, реабилитация детей Донбасса на территории Республики Беларусь, чтобы не очерствела их душа. И они с полной силой, в полной мере, повзрослев, встав на ноги, переварив все это, в том числе теперь уже частичка белорусской души, нашей любви и внимания, смогли стать мужественными, сильными вот этими кремнями, который, имея возможность влиять на обстановку, будет выстраивать счастливым свой регион, свой город, свое предприятие. И будет знать, что там есть Беларусь, с нею надо выстраивать хорошие отношения. Да и в конце концов, как бы банально это ни звучало, этим детям же просто нужно увидеть, что бывает и по-другому, а не так, как происходит у них на родине. Взрождается надежда абсолютно. Взрождается надежда на то, что и у нас так будет, как в Беларуси. И у нас будут такие лагеря, как в Беларуси. И у нас будет хлебосольный, накрытый, красивый стол с различными явствами. И уже их дети будут отдыхать в Беларуси. Они будут отстраивать свои города и села, и они будут счастливыми, как в Беларуси. Запаханные поля и счастливые дети на своей земле. И получив вот этот образ добрый, красивый, счастливой страны, они смогут это перенести уже из своих душ и своих сердец сюда, в материальный мир, на свои территории, в свою многострадальную горловку, в свой Донецк, в свой Харциск, в свой Мариуполь. И сделать его красивым, счастливым. И что самое важное, самое важное, это приоритет вот этого проекта. Они будут искать варианты, как это защитить. И они придумают, и они выстроят систему обороны, и в информационном поле, и как нам сохранять, охранять общие рубежи союзного отечества. Потому что эти дети, как мой дедушка говорил, партизан, ветеран Великой Отечественной войны, они смерти в очи поглядели. Внучек мой, Суворовец ты мой милый, тебе теперь на мяките не проведешь, ты знаешь, по чем фунт лиха, ты у меня битый мальчик, а за одного битого три-пять не обитых дают, как говорили у нас в деревне. Эти дети битые. Эти дети знают, по чем фунт лиха. Многие из них потеряли родных, близких, друзей. Но сейчас в наших руках, обогрев их, показав им добрый образ, сохранить этот потенциал и придать им правильный вектор. И тогда эти дети станут, будут той самой элитой, которая выведет свои регионы Россию. Они сейчас в составе Российской Федерации. И Россия будет тем самым вторым центром, а может третьим, пусть мы строим многополярный сейчас мир. Это будет центр силы, центр притяжения. Он уже есть, а эти дети обеспечат силу, мощь и процветание нашего региона в будущем. Замечательно сказали. Я даже не сомневаюсь, что так оно и будет. И вот в этой помощи, которую Беларусь оказывает вот этим ребятам, тоже такую немаловажную роль сыграла волонтер из Донецка Ольга Волкова. Ольга Волкова и ее общественная организация Дельфины мощная женщина. Очень большая работа ведется ее и ее друзьями, соратниками, спонсорами, волонтерами. Это женщина-мать, которая очень многое пережила. У нее собственно ребенок с ограниченными возможностями тоже сидел в колясочке, еле двигался, но эта женщина сделала все возможное. И теперь этот ребенок, ее сын является членом паралимпийской сборной Российской Федерации. У него множество медалей и достижений. Он пловец, он ходит, он живет самостоятельно где-то там на просторах России, в то время как его мать занимается детьми обездоленными Донбасса. Приезжает сюда с ними по приглашению нашего фонда при поддержке главы государства на реабилитацию с другими семьями, с другими мамочками и их детками на ручках, которые не могут пошевелиться или слово сказать. И у нас есть уже первое достижение, когда ребенок спрыгнул с той коляски, которую я ему подарил, легендарной коляски, которую я привез с Паралимпийских игр в Токио, подарили мы ему вместе с патриотами Беларуси, и он пошел, вспомните, впервые посетив один из самых лучших наших реабилитационных центров. Это та самая одна из тех женщин, которая достучалась до меня, в тех самых одноклассниках, рассказала о боли Донбасса, о боли родителей этой земли, попросила приехать. По определенным причинам, понятно, в 2014-2015 году я не мог приехать, а может, где-то и боялся, зная, что я могу, инвалид, сам, без ног и без рук. Да, я был уже на тот момент мотивационным спикером, я посещал со своими мероприятиями и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, и постсоветское пространство, в России, где только я не выступал. Но туда, в то время, я, конечно же, и опасался, вот, честно вам сказать, отправиться на Донбасс, туда, где идет война, туда, где вспыхнуло гражданский конфликт. И дистанционно мы друг друга поддерживали. Я старался в том числе создавать тот самый контент, который бы позволял ребятам поверить в себя. Тот ролик, который мы записали в 2014 году в конце и выпустили в свет, который набрал миллионы, десятки миллионов просмотров в одних только одноклассниках, где я рассказываю, что со мной случилось, как взрыв мины оставил меня без ног и без рук, как я практически погиб, как я сам, попав в эту трясину, не мог уже выбраться без поддержки семьи, без поддержки моих друзей, которые не постеснялись, пришли к своему Лехе, те самые афганцы, которые появились в военном госпитале и сказали не сдавайся, вот он я, тоже без ног, без рук вернулся с войны, там мы сражались, не за какой-то там интернациональный долг, там мы сражались за нашу родину, Советский Союз, на дальних подступах к нашему единому Отечеству, сражались с тем самым явлением, которое сейчас расцвело буйным цветом терроризм, и сейчас этот терроризм будоражит Донбасс, эти структуры, эти подразделения, эти бандеровцы и другие нацистские структуры, которые не щадят никого, ни старого, как дед говорил, ни малого, и вот та самая Ольга Волкова, которая вот в этом аду жизни Донбасса смогла сохранить свое женское сердце, смогла найти варианты и сегодня сколько раз она уже была здесь и с детьми инвалидами в реабилитационных центрах и возглавляла группы в нашем уже легендарном детском лагере Дубрава, где под ее руководством было более 350 человек, детей. Это сильный образ той самой русской женщины, благодаря которой многие девчата здесь у нас пробудились, очнулись, нашли в себе силы работать со своими детками с ограниченными возможностями. Сколько этих писем получаю я и сейчас, когда рождается ребенок с ограниченными возможностями, либо что-то происходит, какая-то болезнь, и родители не находят в себе силы дальше жить. Каждый день этот груз, каждый день такая ответственность и боль видеть своего ребенка в инвалидном кресле, ребенка, который не может побежать, не может бросить тебе мяч, не может подбросить в воздух яркие брызги, водички в наших прекрасных реках и озерах. как справиться. И здесь на помощь приходит образ этой женщины сильной, мудрой, мужественной, которая несмотря ни на что, помогая своим детям, помогает еще сотням других семей и пробивает вот эти ручейки добра и добралась уже и сюда, к нам, в нашу республику Беларусь. Мы встретились с ней в Донецке в 21-м году впервые лично, после долгого общения в интернете, обнялись и почувствовали, что мы родные люди, родные сердца и мы готовы действовать. И сейчас вот совместными усилиями с этой доброй структурой дельфины в главе с Ольгой Волковой Министерством образования Донецкой Народной Республики, Паралимпийским комитетом Донецкой Народной Республики, мы так масштабно реализуем этот проект. С нашей стороны, при помощи народа Беларуси, каждый может здесь поучаствовать, но так масштабно без поддержки главы государства это было бы невозможно. И здесь на выручку и в поддержку пришел также и частично союзный бюджет Дмитрий Федорович Мезенцев по поручению главы государства работал над этим. И наш благотворительный фонд является тем самым связующим звеном. Работа тяжелая, работа ответственная. Каждый ребенок он под моей росписью, под моей личной ответственностью. И где-то ночами не спишь, где-то волнуешься, где-то переживаешь, где-то различная информация поступает с той стороны, что пытаются найти к чему подобраться, что Алексей Константинович тут вывозом незаконным детей занимается. Я, кстати, хотел задать вопрос об этих нелепых обвинениях. Я понимаю, что на это вообще в целом обращать внимание не стоит, но очень забавная реакция, когда в Беларусь действительно привозят детей на оздоровление, здесь им оказывают всяческую помощь, дают отдохнуть от войны, а с той стороны заявляют о том, что тут занимаются какой-то идеологической перековкой, что похищают детей, и все в таком духе. Вот вы как отреагировали, когда услышали вот эти глупости? Сложно было вначале поверить в это, затем разбирал эту ситуацию, пытался понять, что же происходит. Была мысль, что это какие-то грамотные политтехнологи взялись за это, но естественно не за меня, через меня, через этот проект они пытались ударить по главе государства, и мы видим, как развивается ситуация, действительно, они говорят про то, что, как и Путина, и Александра Григорьевича, и меня, как руководителя фонда, надо в ГАГе судить, в международном суде, здесь вырисовывалась вот эта схема, но сегодня я вижу, что это сработало в обратную сторону, и что кто-то им подсуетил проигрышный вариант, потому что здесь все на поверхности, и если бы эти товарищи, я думаю, с подачи наших беглых это все завертелось, они масло в огонь всячески подвели, они инициировали, но они получат за это от западных спецслужб, и от глав их вот этих вот отделов, которые занимаются работой по влиянию на информационное поле, по демонизированию России, по демонизированию нашей страны Беларуси, нашего президента, они сделали огромную ошибку, просто катастрофическую, почему? Тот самый Алексей Талай, против которого они пытаются работать, он занимается благотворительностью уже больше десяти лет, я впервые помню, как приехал в детский дом Оршанский, откуда я родом, и плакал вместе с этими детьми, еще недели две потом приходил себя, увидев в глаза этих детей, которые смотрят на тебя с надеждой, что ты их папа, и с тех пор я не мог игнорировать ситуации, игнорировать людей, детей с ограниченными возможностями, и как предприниматель делал все возможное, чтобы хоть как-то и чем-то помочь, поэтому здесь придумывать, что я каким-то образом мог повредить, навредить хотя бы одному ребенку это самый уже поддающийся внушению гражданин того самого Европейского Союза, покопавшись немножко в информации и посмотрев на мою историю, которая также есть и на английском языке по итогам моих выступлений United States of America, на немецком языке, где разбирали мою судьбу, что в момент окончания по их исчислению 8 мая Айоша Талай подорвался на немецкой мине, но выжил, и вот сейчас он находится у нас на реабилитации, вот сейчас он уже, видите, в Германии выступает. Есть вся информация, и они за это получат, они вот сказав это слово и про Гагу, и про какие-то суды и разбирательства, и что здесь дети пропадают в Белоруссии, тем самым нанесли серьезнейший удар по своей собственной прежде всего репутации и по своим этим профессиональным качествам. Они показали, что они полные профанация и неумение работать с информацией. И второй момент, сами граждане тех западных стран, на которых и должен был сработать этот маневр, перестают верить своим средствам массовой информации. И эти тенденции набирают обороты. Люди по-другому за это время смотрят сейчас и на Белоруссии, на нашего лидера, на наших людей и целом на роль союзного государства в мировой повестке. Ну и по-моему вот это очень хорошо характеризует этих людей именно с моральной точки зрения, когда они используют такой повод, как помощь нуждающимся детям в своих каких-то политических игрищах. Это их тоже прекрасно характеризует с моральной точки зрения, на мой взгляд. да, уже не существует похоже никаких правил, никаких барьеров, и они готовы переступить все пределы, нарушить все красные линии. Нам объявлена война, надо говорить как есть, и знать, что против нас работает враг. Да, иногда они ошибаются, но если обращать внимание и говорим мы сейчас именно о детях Донбасса, о отдыхе, гуманитарной миссии белорусского народа на территории Донецкой Народной Республики Луганской, то здесь совершенно ясно, что они не остановятся ни перед чем. Они будут, как и прежде, работать на нивелирование нашей силы, того порядка, который здесь существует. Ведь это плохой для них пример, когда Европа рушится, различные тенденции набирают обороты, благополучная некогда Великобритания, Германия, флагманы Европейского Союза находятся в стагнации, нечем топить дома, нечем заправлять машины, и они можно сказать находятся сейчас в агонии. Вот то, что сейчас происходит на Донбассе, это агония однополярного мира, вот того самого западного, колониального мира, который грабит туземцев, живет за их счет и вот так сядет на шею, как один политик сказал, свесит ножки и жвачку жует. Такого больше не будет, не должно этому быть, но решается это, все еще решается это сейчас, и на полях СВО, и в наших умах и сердцах, в наших семьях, когда мы собираем коробочку с гуманитарной помощью на Донбасс, в школьных классах, когда там подключаются к проекту белорусского паралимпийца, проект народного памятника «Дети Белоруссия ветеранам и будущим поколениям», в рамках которого мы строим памятник в честь наших дедов и прадедов, живая память благодарных поколений. И здесь каждый может поучаствовать своей частичкой, найти одну-единственную от семьи маленькую монетку бывшего Советского Союза и знать с полной уверенностью, что она попадет в сплав народного памятника, тем самым соединяя поколения всех нас и с теми, кого нет сейчас рядом с нами, с нашими героями, которые сражались за нашу Родину, выразить им дань памяти, прикоснуться к этому памятнику и знать, что в нем миллионы монеток от белорусского народа. И здесь мы слились в одно целое и в том же памятнике есть монетка от семьи президента, от самого президента. Вот подключаясь к таким проектам, когда ты бумажку поднимешь на улице, когда ты расскажешь своему ребенку о том, чтобы вот эта тишь, гладь и Божья благодать сохранялась, мы должны здесь с тобой, сынок, поработать, пойти деревца посадить, пойти лавочку покрасить, вместе отодвинув телефоны, убрав пульты управления телевизора, и тогда мы обязательно со всеми трудностями справимся, мы обязательно устоим, наш корабль, могучий корабль союзного государства Белоруссии и России в этот шторм держится на плаву, и к нам будут подключаться другие структуры мировой политики, уже сейчас к нам присматриваются, а что это за явление такое, два государства, одна страна, или как там, по-разному уже это характеризует, представляете, и это счастье, суверенная страна, принимает решение, подключается к союзному совместному строительству, совместному творчеству во имя интересов людей, простого человека, это ли несчастье, что в этом мире все-таки сохранился тот самый островок какого-то адекватного восприятия действительности, где семья это семья, где отец это отец, мать несет свою важную святую миссию, той самой орлицезащитнице очага, сегодня мир теряет эти понятия, под давлением кого, каких-то невидимых кукловодов, которые что-то для нас задумали, что-то для нас затеяли, и желают истребить человечество, забрать у нас те самые наши национальные традиционные ценности, благодаря которым и мы, белорусы, устояли в столетия, тысячелетия, жили здесь и живем на своей земле, годуем своих дичей под этими столетними дубами, годуем их, рассказываем им, поем им наши песни и на белорусской мове, и на русском могучем языке. Наш многонациональный народ, и в этом наша сила, моц, могутность, мы здесь не делимся, эти поляки, эти яуреи, эти русские, эти украинцы, у меня он был 15-подъездный дом в Орше, и наши, мы, ребята, мы никого не считали, кто там из нас белорусы, кто там поляк, мы все были вместе, и в этом была наша сила, нас никто не мог разделить, нас никто не мог победить, а сегодня там, на Украине делятся эти годные, эти негодные, эти наши, эти не наши, эти москали, эти сепары, эти сепары, а мы сверх раса, была уже у нас сверх раса, которая тогда гитлеровская Германия, этот Треть-Рейх объединила под нацистскими знаменами, что они утворили, пошли сюда, к нам, в наш мир традиционных ценностей, где каждый народ сохранил свой язык, свою культуру, возможность жить на своей земле, они шли сюда, к нам, сиволапых, воспитывать, нас, тысячелетней историей, сейчас, какая-то заокеанская держава, пытается нам навязать свой образ жизни, свой образ мысли, свои нетрадиционные ценности, которые люди не приемлют, сами люди, простые мужчины, у них никто не спрашивает, вот сегодня утром, я успел посмотреть немножко ролик, русские немцы, супруг жил в Казахстане, женщина жила на территории России, там, Ставрополье, они переехали из Германии обратно сюда к нам жить, потому что не видят будущего для своих детей, и у них уже и внучка одна родилась, когда внучка приносит из садика какие-то брошюрки, а там ей рассказывают и навязывают мысль, что возможно она совершенно другого пола, что есть 50 гендеров каких-нибудь там, и что она имеет возможность сменить себе пол, сделать какие-то вмешательства, которые будут необратимы, повредив, уничтожив свое здоровье, возможность родить детей, продолжить свой род и уходят, и это очень плохой признак для Европы. Им бы сейчас очнуться, встрепенуться, сбросить ярмо Лондона, Вашингтона, обратить свой взор по возможности еще сюда, к нам, выстраивать добрососедские взаимовыгодные отношения с Белоруссией, с Россией, с нашим союзом, постараться вернуть вот те договоренности, те масштабные серьезные проекты, благодаря которым бы и дальше Германия имела возможность жить и иметь в холодильнике свои эти знаменитые баварские колбаски, баварские колбаски, там, пивко и так далее, ездить на Мерседесов, но без наших ресурсов это невозможно. И сейчас громотеи там в кавычках начинают постепенно понимать, благодаря чему они эти 30 лет жили хорошо. Они грабили Советский Союз, они вывозили из России той России, которая была под олигархами, у которых домик за границей, чьи дети учатся в иностранных вузах, чьи жены ходят по заграничным бутикам. Та Россия кормила и Соединенные Штаты Америки, и крохи падали в Европейский Союз. Но сегодня Россия уже не та. И Россия возвращает свой суверенитет. Россия начинает действовать в своих национальных интересах. Собственно, и мы, вот тот форпост, который стоял с 90-х лет с нашим лидером, с нашим президентом, мы здесь стояли и ждали этого момента и были гарантом здесь на западе России, что мы не подведем и как Табрестская крепость мы подождем и дождемся подхода основных сил. И вот сейчас, похоже, мы дождались. Но то, что пережил наш глава, через что он прошел за все эти годы, это, наверное, только одному лишь ему и известно, насколько это титановый стержень внутри этого человека и как ему это все далось. мы, как я где-то сказал, я сын президента и там эти СМИ тоже разнесли, мы все его дети. Да, я осознанную свою жизнь, помню этого человека и воспитывался этим человеком, моим батькой, моей мамой, моим дедом ветераном, но и президент меня воспитывал. Я помню эти новости в 21 час, включал, смотрел, слушал, набирался сил, набирался уверенности в какой-то я, инвалид, без ног, без рук сидел, смотрел на этого человека, как он старается, как бы тяжело не было, и с востока было давление, газ не по той цене, нефть, как не своим, да, но из запада давление со всех сторон, и он устоял, он смог в ограниченных каких-то, да, вот этих возможностей ресурсно, да, и политически, геополитически выстроить такую страну. Я горжусь тем, что я живу с ним в одно время, и то, что я имею возможность как-то взаимодействовать и послужить отечеству под его началом. Для меня это большая честь и гордость за нашего лидера и за наш народ, что мы в 20-м году вместе с ним и с силовиками смогли отстоять суверенитет нашей страны, и благодаря этому пошли дальнейшие события, да, в мире развиваться, когда Беларусь не сдала себя, народ Беларуси как и его деды и прадеды отстояли наши леса и поля. И дальше в России пошли совершенно другие процессы, зная, что здесь мы не предадим, мы будем стоять до последнего. И там начались определенные процессы и приниматься решения по ужесточению, по борьбе с пятой колонной, по борьбе с национал-предателями, с разными фондами, с этими различными лидерами общественного мнения, которых взращивали иностранные спецслужбы, фонды, посольства. Сейчас они сами, они думали в прошлом году, что они победят, что вот сейчас они оголтело там напишут у себя в инстаграме, напишут там у себя где-нибудь в фейсбуках и так далее, что они против Путина, они против вооруженных сил Российской Федерации и тут народ, мол, их, всякие этих Пугачевых, этих Галкиных, эти всякие рыбакайты, я не знаю, кто там, противно даже вспоминать эти просто называемые лидеры мнения просто гниды, которые побежали за границу и скатертью им дорожка, Россия только выдохнула, ты же почитай эти социальные сети, почитай комментарии СМИ про эту же самую Пугачеву, боже мой, ты для нас была какой-то знаменитостью, ты для нас была целой эпохой и сейчас ты в такой ответственный момент для страны, которая сделала тебя тем, кем ты являешься, люди сделали тебя тем, кем ты сейчас позиционируешься, ты предаешь свое государство и страну, так пошла бы ты вон и больше сюда не возвращайся. Кто-то из российских политиков очень метко назвал отъезд всех этих лидеров мнений и самоочищением наций, но по сути так и есть. Так и есть, и сейчас самое главное держать строй, не поддаваться на провокации. Да, и Песков может улыбнуться и даже поцеловать ручку, но назад для них сюда пути нет. Этого не допустит народ. Люди очнулись, люди посмотрели ху из ху. Именно так всегда и было. Под давлением среды внешних факторов проявляется структура, да, как поведет себя тот или иной металл, да, вот под давлением, сколько он выдержит тонн, и мы смотрим, плющится ли, держит он свою структуру. Так и здесь. Под давлением внешних факторов из России выдавило это дерьмо. И самое главное сейчас закрыть шлюзы, не бояться вот той формулировки железный занавес. Теперь наша задача, наш железный занавес вывести. Тогда они против нас вешали, мол, против Советского Союза, здесь нет никакой жизни и так далее, и тюрьма народу. Сейчас нам, это наших интересов, интересов народа, и что самое главное, люди это принимают, люди сами это жаждут этого, оградить своих детей, их души светлые, от этого загнивающего западного мира, мира, который деградирует душу, уничтожает все самое доброе и светлое в их сердцах. Родители России и Беларуси простые, поддерживают. Если же есть в элите элитарии, которые не поддерживают этих процессов, не поддерживают суверенитет отечества, возрождение и жизни справедливой, богатой для простого человека, то также им уже предоставлена была возможность уезжайте. Потом им Владимир Владимирович предоставлял возможность легализовать свои капиталы. Не успели, не захотели, надеялись на вооруженный государственный переворот, Бастрыкин уже сказал, национализация и прекращать с кем бы то ни было уже цацкаться. Как это сделал президент наш Александр Григорьевич Лукашенко? Жестко навести порядок это в интересах простого человека. Мы это поддержали и это произошло. Тем самым мы смогли сохранить свою страну, сохранить мир в наших прекрасных дворах Минска, Витебска, Могилева, Гродно, Гомеля. Там бегают сегодня счастливые детки, мамочки ходят беременные с колясочками папы выгуливают их счастливые и радостные после работы на крутых самых современных детских площадках и радуются жизнью. Копаем бульбу, помядорки, ходим у бани, годуем детей. То же самое произойдет и уже сейчас происходит в России. Но понятное дело масштаб другой. И здесь мы надеемся на патриотов на местах, на мощных губернаторов. И здесь вы посмотрите день и ночь батька работает. Сегодня когда мы записываем это интервью президент встречается с руководителем региона, губернатором Российской Федерации. Работа идет большая и мы набираем обороты. И чтобы подытожить нашу беседу, закончить ее на такой позитивной ноте, если вы не против, хотелось бы затронуть еще тему вашей мотивационной деятельности как мотивационного спикера, потому что вы оказываете помощь не только детям из пострадавших регионов Донбасса, но и, наверное, в первую очередь нашим белорусским детям. И вот хотелось бы узнать об этом поподробнее. то есть вы же приходите общаетесь с детьми, чем они делятся с вами, какие у них переживания. Конечно, это большая работа, важная, и для меня это счастье иметь возможность. Так Господом Богом было уготовлено, что однажды меня таки вытолкнуло на сцену. Честно вам признаться, я этому очень сопротивлялся. Я по сути, мама и папа мне рассказывали, я очень стеснительный был ребенок. И стихотворение рассказать даже своим родикам было целое потрясение. А сегодня я выступаю на многотысячной аудитории. И я счастлив тому, что однажды я поверил в себя или заставил себя, или преодолел страх. Я помню ту встречу с витебскими предпринимателями, когда меня пригласили рассказать о своей судьбе, о том, как я маршрутными такси управлялся и секонд-хендами. Как? С малого ведь начинал. С малого шел я к дню сегодняшнему. И я помню, как у меня дрожал подбородок. Я с трудом находил слова, а на меня все смотрели, представители бизнеса, власти. Нашел себе силы и выступил. И потихонечку, помаленечку сегодня я уже являюсь мотивационным спикером. Ведь я нашел себя в этой сфере еще и до спорта, до того, как я стал известным паралимпийцем, многократным рекордсменом мира, Европы. Ну, как здесь не стать, когда таких людей в мире, это по пальцам одной руки можно пересчитать. Плыть без ног и без рук, без всех конечностей. И поэтому я являюсь в группе, нахожусь тяжелого класса, первого класса. Есть что сказать, но у них и тысячи и тысячи вопросов у этих молодых сердец и душ. Эти наши знаменитые уроки мужества с паралимпийцем, они пользуются бешеной популярностью. У нас расписано все на несколько месяцев вперед. Оно расписано, а звонки поступают от идеологов, от директоров школ, от руководителей городов, губернаторов приехать, выступить. Почему? Да потому что действительно это работает. Общение. Простое, прямое общение глаза в глаза, душа в душу. Разговаривать с ними исходя из правды, не кривя душой. где-то со слезами. Мы вместе плачем. И я когда им рассказываю, как мне тяжело было, когда дедушка мой ушел ветеран и начинает плакать весь зал. И здесь происходит момент некого пробуждения. Этот молодой человек, девчонка, которую интернет воспитал, быть всегда с этой какой-то надменностью или наоборот скрывать свои чувства, кого-то наоборот что-то выпячивать, а на самом деле человек совсем другой. И он здесь возвращается к себе, тому Божьему творению, к себе настоящему, посмеяться. И здесь рассказываю я им о том, как переживал я свою инвалидность, как я выбежал из-за угла и своего собственного брата испугал. и он подпрыгнул чуть ли не до потолка, не ожидая, что его братик уже ведь в таком состоянии, может где-то здесь по квартире ползать. До этого он меня видел только лишь на колясочке инвалидной. Всякое там бывает. И я счастлив тому, что я живу. И у меня есть такая возможность. Да, используя свое тело, как уже инструментарий. Я рассматриваю это именно так. Это мой инструмент. Это мой образ. Вот та возможность воздействовать на человека, который, как у нас сегодня там эти негативные какие-то придумочки у них dead inside. Закрываются в себе, не слышат ни преподавателей, ни родителей, ни близких, ни спорт. Ничего им не интересно. И тогда по случаю, по воле случая, этот человек попадает в зал. Как он туда попал? Губернатор его привел? Батька его привел? Или директор школы? Вдруг откладывают свои мобильники, и тут начинается действо. Они думают, что сейчас на сцену выкатят на колясочке этого самого паралимпийца, а он выбегает сам из-за кулис, начинает им рассказывать о своей жизни и не стесняясь отвечает на все их вопросы. И здесь идет момент пробуждения. И сколько сил будет того самого позитива, мы знаем, что артист, а я ведь тоже, значит, как отчасти артист, есть момент выгорания. Но я очень надеюсь сохранить этот потенциал, давать себе возможности отдыха, чтобы как можно надольше вот того самого инструментария под названием паралимпийц Алексей Талай, отец четверых детей, многократный рекордсмен мира, Европы, смог во славу поработать еще на многие, на многие поколения, закрепить в них силу, мужество, понимание, кем они являются по существу, помнить, что в их венах течет кровь победителей, сформировать в них вот эту связь поколений, они сегодня живущие, и наши герои, которые смотрят на нас уже с небес, герои, ветераны, победители в войне, и дальше продолжить эту важную работу на других территориях, кто знал, кто думал, что будет Донбасс, и будет длиться детская кровь, и сегодня и там с этой миссией мы видим свою востребованность, чтобы дети, которые пострадали, потеряли конечности, стали инвалидами, увидев пример паралимпийца, и изучив его историю, как шаг за шагом, да, тяжело, степ ту степ, он карабкался к своему этому собственному личному Эвересту, не все сразу произошло, и мы видим его на сцене, мы читаем про него в интернете, мы видим его многомиллионные ролики, и ему было тяжело, как и мне сейчас, и его мама плакала в соседней комнате, заливалась слезами, не зная, что будет с ее сыночком Любеньким, и батька грустил, и брат его стеснялся на него посмотреть, изувеченного, искалеченного, и стеснялся выйти с ним во двор, но они все смогли, они все преодолели, они совсем справились, и сам Алексей на определенном этапе, взяв себя в свои руки, или то, что от них осталось, смог добиться очень многого в жизни, а это значит, и я смогу, и вы сможете, дорогие друзья. Что ж, спасибо вам еще раз за эту замечательную беседу, правда, было очень искренне, очень эмоционально и интересно, и успехов вам. Спасибо, Белта, спасибо, дорогие телеглядаши, и не забывайте, подписка, колокольчик, комментарий, все дела, все читаю, за каждое слово благодарю, спасибо, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok